здравствуйте дорогие друзья продолжаемые поиски дома и сегодня опять приехали в лесок среди которого есть вот такая вот дорога потому что деревня находится также глубоко в лесу ну примерно километров 40 от областного города ну сразу мы смотрим на дорогу дорога принципе почищена да ну не очень итак дорога у нас проходит через лес прорез сосновый справа сосны слева длится она где-то километра 34 подъезжаем к поселку сейчас скоро должен уже появиться наш поселочек вот посмотрим как здесь расположена улице близко ли расположены дома друг от друга ну и посмотрим непосредственно доме который продается так вот въезжаем в поселочек этот поселок называется стяжное находится непосредственно недалеко от железной дороги когда-то в девятнадцатом веке это была станция такая перевалочная узловая сразу при въезде такая большая вышка стоит сотовая связь будет работать до дороги не чищены вот какой-то домик сгорел получает там за железнодорожными путями у нас на продаже есть в авито домик да ну к нему нужно еще попытаться подъехать поэтому не обещаем как получится сами мы здесь впервые поэтому ну конечно опять у нас железнодорожное полотно вот здесь какой-то магазинчик находится людьми называется видимо хлебушек здесь покупают ну вот такой поселочек вот впереди даже железнодорожное полотно которое но не особо нам нравится и может случиться такое даже да вот если конечно может быть многие согласятся со мной многие нет когда ездят поезда все-таки мне кажется живешь как на ж.д. вокзале я очередной продуктовый магазинчик но если домик находится далеко от железнодорожного переезда то все-таки до местные жители ходят не работают светофоры просто смотрим как говорится в четыре глаза но не на 4 глаза друзья ну вот переезжаем на вторую половинку вот так получается они разделяют где-то быть домик наш мы не знаем все зависит от дороги вот здесь мы видим впереди бывший железнодорожный вокзал сейчас у них не функционирует заброшенном состоянии находится мусорные баки стоят видимо мусор здесь собирают у местных жителей вот вот это даже за дорожный вокзальчик ну что стоит отметить конечно везде лес друзья везде все окружено лесом главное правило нашего поиска домик вокруг леса чтобы точнее лес вокруг домика поэтому вот домик находится здесь в конце этой улице мы сейчас пытаемся пробраться но здесь кстати вроде и так почищена относительно вот но и сейчас посмотрим что там до укладом жителями почистить нам увидеть около каждого двора какие отвалы снега вот здесь дорогие друзья находится стежновское лесничество но кстати видимо работает тропинка здесь есть такой до заготовка дров здесь ну вот продается получается вот тот дом сейчас мы попробуем к нему подойти и посмотреть это наверное он был почта раньше здесь размещалась ну вот такой домик может мы ошиблись наверное мы ошиблись не это значит туда вот назад вон туда надо да да друзья вот она да это не то немножко немножко правее нам говорили а вот смотрите стоит здесь занесенный такой таксофон вот люди должны звонить если что с него ну к нему честно говоря даже не прибраться да уж у всех мобильник вот кто-то видимо купил такой участок большой но ничего здесь не построено просто огородил забором вот здесь все закрыто а мы идем вон туда везде лесок и это конечно нам очень нравится по друзья продается вот этот домик дом номер 30 цена ему 600 тысяч сейчас попробуем подойти к нему с другой стороны здесь конечно все засыпано но дом сразу он уже идет как под подснос до или под восстановление написано в объявлении вот такой вот у него фасада я вот думаю все таки наверное восстановить его будет очень сложно мы видим и крыша у нас просела и очень в таком плачевном состоянии это будет более затратно наверное вот здесь друзья кстати есть такая тропинка вроде как может и подберем сейчас ну попробуешь пойдем по колено друзья наверное не пойдем все таки да да ну вот сруб они писали хорошие хорошем состоянии но мы видим бревна вроде такой ничего да обвалена только вот эта часть да сруб хорошем состоянии на вид вот они возможно такую цену и ставят состояние сруба что участок вот этот они сказали в виде треугольной формы идет заборчик и здесь дорога да вот здесь тоже соседи огородили немножко треугольной формы туда видеть суживается ну я думаю все таки 600 тысяч наверное дороговато это под снос это какие затраты снести а потом построить и участок неровно здесь неправильной формы конечно мы его участок по фотографиям не видели видели дом он был снят такой сруб крепенький но смутило сразу друзья вот действительно участок он видите вот сужается туда вот нам сказали до конца он такой треугольной формы участок здесь небольшого пять соток ну поэтому да тоже для нас это не варианта лучший раз своими глазами приехать увидеть и принять для себя решение то есть очередной у нас очередной дом который все-таки нам не подходит сказали у них есть покупатели он уже подъехали еще но пускай люди смотрят конечно да потому что очень хорошая асфальтированная дорога подъезд он с краю за ним сразу лес начинается а здесь в виде какой-то бомбоубежище или чего построена посмотрите о да вот здесь друзья смотрите но это не бомбоубежище мне кажется это какое-то овощехранилище да такое вот там заброшенное видите здание скорее да видимо колхоз раньше был и вот такие были значит тут получается под землей будет такое углубление как бы скорее всего так что вот друзья место конечно очень хорошая да средств очень много нужно потому что дом снести либо восстанавливать еще большой вопрос соответственно разработка участка он весь зарос на место конечно хорошие но пока спех спешки у нас еще нет есть еще несколько вариантов посмотреть благо вокруг нашего города очень хорошие леса до поэтом до брянские леса у нас поэтому здесь как бы проблем найти около леса не составляет будем искать дальше дорогие друзья сейчас возвращаемся